Субботний эфир продолжает новости 24 часа в студии Екатерина Забинько. Здравствуйте. Очередное серебро Олимпиады. Седьмую медаль в Рио для национальной команды завоевал Иван Тихон. Он метнул молот на расстоянии 77 метров и 79 сантиметров. Может быть, болельщиков это расстроило, но я чуть-чуть рад в этом плане, потому что длительный промежуток времени, нехватка соревновательного опыта, все-таки сказались и на внутренних ощущениях, и на это вообще давление какое-то такое присутствует. Поэтому радость присутствует, но с легкой горчинкой. С олимпийским серебром Ивана Тихона поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Это настоящий подвиг. Тебе противостояли не только сильнейшие метатели планеты. Ты добыл эту награду, преодолев колоссальное моральное давление и психологический прессинг. Вопреки сомнениям и нападкам, ты вышел в сектор и доказал всем, на что способен настоящий патриот своей земли. Твоя волевая победа – прекрасный пример для тысяч мальчишек и девчонок, делающих первые шаги в жизни и спорте. Говорится, в поздравлении. Ну а мы ждем новых наград. Сегодня в Бразилии разыграют медали в 30 дисциплинах. Гребля, художественная гимнастика, вольная борьба и бег. Здесь у белорусов как никогда. Великие шансы на победу. И к другим темам. Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ завершили и первый этап командно-штабного учения взаимодействия 2016. На полигоне в Псковской области учения демонстрируют степень эффективности и взаимодействия между командованием Западного военного округа, управлением коллективных сил оперативного реагирования, а также между соединениями Вооруженных сил России. Мы показали высокий профессионализм, а также способность выполнять поставленные задачи совместно с нашими союзниками. Это очередной факт не только совместных действий, но и дружбы между личным составом, между офицерами, солдатами, сержантами. Они познакомились, они подружились. Напомню, что коллективные силы оперативного реагирования предназначены для борьбы с внезапно возникающими угрозами, в том числе террористического характера. Это основной военный инструмент организации договора о коллективной безопасности. В нее входят Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Самая масштабная школьная ярмарка в стране сегодня развернулась в Минске. Торговая площадка по масштабам не уступает нескольким супермаркетам. Ассортимент к новому учебному году представляют более полусотни предприятий со всей республики. Всего тысячи наименований от пенала до выходного костюма. К слову, в этом году маленьким белорусам предлагается более полутысячи моделей школьной формы и 200 моделей обуви. Приятным бонусом сегодня на ярмарке стали скидки и акции. Для родителей самое сложное время, когда начинается школьная пора и нужно бегать по магазинам, собирать. Пришел, все в одном месте купил, счастливый ушел. Мы сегодня купили костюм и сейчас подбираем рубашечку. Достаточно широкий выбор и в общем-то доступно. Я примерила это красивое платье, оно мне очень нравится, в нем очень комфортно, удобно. Очень хорошо подойдет для школы. Ярмарка, конечно же, удобна тем, что на одной площадке покупатель может приобрести весь необходимый товар к школе, начиная от обуви, заканчивая канцелярскими товарами, карандашами, ручками, ранцами. Буквально через час в национальный аэропорт Минск из Афона прибудут мощи преподобного Силуана. Для поклонения святыня будет доставлена в Свято-Духо в Кафедральный собор к пяти часам вечера. Мощи святого впервые покидают пределы горы Афон. Это важнейшее событие в жизни белорусского экзархата совершается по благословению патриарха Кирилла. Человеческая такая радость, может быть, какое-то наше достоинство. А с другой стороны, это знак особого отношения святейшего патриарха московского в Сярусе Кирилла к нашей Церкви Белорусской, к нашему народу, кто желает, будет иметь возможность. Помните, и родители, если хотите благо и добро своим детям, приходите. Будем молиться перед главой честной преподобного Силуана. Он будет за нас молиться пред престолом Божиим. И таким образом мы будем преображать свой внутренний мир. Поклониться святыне можно будет до 31 августа. Да, все это время храм будет работать круглосуточно для удобства паломников. У собора организована специальная парковка. Ожидается, что сюда будут прибывать верующие со всех уголков Беларуси. И последнее. Дровосейки из четырех стран меряются силами в Бресте. В открытом республиканском чемпионате лесоруб-2016 участвуют 150 человек из Беларуси, России, Литвы и Украины. Профессиональное состязание проходит в шести упражнениях, в том числе в валке деревьев и точном пилении. Распилить бревно с точностью до миллиметра и свалить ствол высотой с пятиэтажный дом прямо в цель – задача не из простых. В Беларуси, сколько мы ездим, всегда были очень хорошо подготовлены площадки. Все это проходит в городах, на зрителях. Очень приятно, когда там за тебя болеют. Мы беларусов поднатащили, их научили. Теперь они нас догнали, перегнали в чем-то. Ну, примерно мы на равных. Условия всех заданий максимально приблизили к естественным. Как и в любом другом спорте, здесь также есть свои звезды. Лучшие из представленных в Бресте беларусов осенью отправятся на чемпионат мира в Польшу. И на этом у меня пока все. Репортажи эфирно-видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Звоните, делитесь своими новостями по телефонам горячей линии. 290-66-00 или 1-600-700. Следующий выпуск в 16.30. И обращаюсь с вами до этого времени. Продолжение следует...